легкое хрустящее слоеное тесто насыщенный аромат грибов рассыпающаяся картошка великолепные пирожки за 15 минут если у вас конечно есть все в запасе всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня среда а значит время быстрых рецептов когда я был студентом то мы жили в общаге время было веселое мы полуношничали а за полночь на нас обычно ходил жор холодильников не было ни у кого а все что было в запасах это картошка лук ну и растительное масло поэтому основным если не сказать главным блюдом у нас была жареная картошка именно тогда я думаю у меня появилось дикое желание немного расширить рацион пройдем на рабочее место природная лень не дает мне потратить на кухонной выкрутасы больше 30 минут ну ладно больше 60 минут поэтому главный мой девиз на кухне оптимизация к примеру собрался готовить суп закладываю мясо в кастрюлю наливаю воды больше чем мне нужно раза в два и варю когда бульон сварится половину толью и заморожу в следующий раз когда соберу что-то готовить будет экономия времени нарежу картошку помельче или купил примеру шампиньонов побольше выжариваю для концентрации вкуса если кто-то пропустил загляните в этот ролик там я готовлю совершенно потрясающий крем-суп из шампиньонов вот шампиньоны там подготавливать таким образом чтобы их вкус усилился многократно те кто смотрит этот ролик на планшетах или на телефонах не скрипите зубами ссылки на все эти ролики которые я объявляю я даю в описании видео так вот у меня как правило всегда есть некоторое количество заготовок которые ощутимо сокращают время пребывания на кухне теперь лук надо нарезать его как можно мельче сегодняшние пирожки очень хороши и сами по себе а есть учесть что они еще и готовятся очень очень быстро просто сказка чем картошка мельче порезаны тем лучше и лука не жалейте именно он даст сочность начинки сегодня у меня будет два вида пирожков первая начинка картошка и грибы ну и лук понятно вторая картошка и мясо тоже с луком мясо надо тоже мелко нарезать осталось смешать добавить начинку немного соли лаврового листа черного перца и перемешать конечно же для пирожков можно самостоятельно приготовить тесто но для вот этих быстрых пирожков очень хорошо слоеные а слоеные готовить муторно по крайней мере в нашей жаре придется после каждого вымешивания после каждого складывания 15 минут и в холодильнике выдерживать чтобы остыло и с начинками начинки можно придумать самые разные я готовлю сырой картошкой потому что она дает сочность сырым луком тоже из-за сочности использую мясо и грибы на мой вкус я готовил вообще только с грибами но один из моих операторов грибов к сожалению не ест поэтому делаю две начинки какое конкретно слоеное тесто использовать дрожжевое или бездрожжевое вопрос ваших вкусовых бесстрастий дайте ему разморозиться и вперед разрезаю лист теста на 6 частей вы же разрезайте настолько насколько вам удобно это вопрос размеров листа остается только собрать делать это просто накладываю начинку теперь углы сцепляю вместе и защипываю края начинки не стоит класть слишком много иначе тяжело будет склеивать все и того 6 штук с грибами и 6 с мясом выпекаются они в предварительно разогретой духовке при температуре 200 210 градусов все духовки пекут по-разному бои это занимает минут 15-18 ориентируйтесь на цвет пирожков есть не зарумянились можно уже один достать разрезать и посмотреть на картошку когда картошка готова значит и остальная начинка тоже готова если вы выставили слишком высокую температуру для своей духовке для своих условий и пирожки снаружи зарумянились а картошка все еще сыровато можно накрыть их фольгой под фольгой румяность увеличиваться не будут гореть они не будут они более медленно доготовится дойдут до конницы но тогда в следующий раз когда примете за пирожки температуру в вашей духовке нужно выставлять будет пониже и так встречайте ароматы кружат голову надо им дать хоть немного остыть знали вы как тяжело удержаться а пока можно заварить чаю похребче вот этот вариант начинки сырой картошкой сырым луком дает совершенно потрясающую сочность если использовать вареную картошку там картофельное пюре и обжаренный лук и близко никогда столько сока ваших пирожках не будет очень рекомендую попробуйте просто супер очень красивые румяные ароматные ну правда те которые не раскрылись все-таки у меня руки крюки не получается у меня хорошо защипывать вот это тесто она вроде и склеивается хорошо и защит нормальный но как видите все расползается ну или почти все в духовке давайте смотреть что-то внутри обожаю свежую выпечку это надо просто почувствовать совершенно потрясающий аромат в принципе вот эта начинка сейчас я попробую непередаваемо это это вкус детства картошка с луком и мясом сырые это классическая начинка для эчпачмаков ну треугольников татарских или для балиша совершенно фантастические ароматы картошка лук мясо лавровый лист черный перец соль больше ничего не надо просто фантастика да ичпачмаки готовятся не с таким тестом и эчпачмаки или учпачмаки или эщпачмаки в этом переводе с татарского или с тюркского языка треугольники треугла эщпачмаки а у нас получились дурт пачмаки это у меня мясной а посмотрите какая картошка она вся сочится изнутри так а теперь перейдем к начинке с грибами аромат грибов насыщенный яркий просто сказка вот эта обработка их про которой говорил в середине ролика когда концентрация вкуса происходит и запаха сносит голову вкуснотища пробуйте это здорово вот и смотрите если есть заначки готовое тесто то на подготовку начинки уйдет не больше пяти семи минут ну и столько же на лепку если вы умеете это делать а не так как я кривыми ручками клеите все но я думаю вас быстрее получится и еще 15 минут на накручивание километров вокруг духовки новые зрители не забудьте подписаться а то потом потеряетесь расстроитесь обязательно заглядывайте в описании видео там есть ссылки на instagram на жж на вконтакте в инстаграме размещаю фотографии тех блюд которые не снимал на видео в группе вконтакте я вас настоятельно призываю размещайте фотографии тех блюд которые вы приготовили по рецептам кулинарной пропаганды хвалитесь давайте пропагандировать вкусную еду спасибо за компанию всем пока